Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Благодарю всех, кто поддерживает мой канал. Хочу сказать, что средства, которые вы иногда по возможности перечисляете, они идут на приобретение в том числе книг, которые я тщательно штудирую, перерабатываю, как, знаете, рудокоп такой. И нахожу всякие ценные бриллианты, информации. Вот однажды я готовилась к экскурсии по Арбатским переулкам. И в связи с расследованием гибели Юрия Шатунова пересеклась информация, которая разделяет в сто лет примерно с такой же таинственной гибелью академика Бехтерева. Я благодарю подписчиков за наводку. Я проверила эту информацию, приобрела книгу про внучка Бехтерева, потому что её нет в свободном доступе. Она только в электронном виде. И я не могу читать куски из этой книги, фрагменты из этой книги, так как это авторское право. Но я смогу излагать, как я это всё понимаю, и говорить некие цитаты. Удивительные вещи, но эти две смерти очень сильно перекликаются. Там масса похожих моментов. То есть один и тот же почерк. Итак, кто такой академик Бехтерев? И какое отношение, какая связь с Шатуновым? Связь, почерк с гибелью Высоцкого я уже показала в одном из фильмов. Участвуют врачи. Ох, не просто так Сталин завёл дело врачей. Ох, и много криков при Горбачёве началось о том, что Сталин параноик, мол, да и Бехтерев это сам говорил. И поэтому, мол, Сталин и убил Бехтерева. В каждой неожиданной смерти выдающегося человека, смерти как бы естественной, ну почти, рядом тусят некие врачи. А потом выносят вердикт. Оно само самоубилось. Ну просто не повезло. Просто так вышло. Здоровье плохое. Вот он, обширный инфаркт. После чего-то там желудочного. А Жириновский говорил в своё время, знаем мы ваши инфаркты. Помажут ручку машины, человек за неё возьмётся, и у него через 15 минут инфаркт. То есть все всё знают. Итак, Владимир Михайлович Бехтерев. Родился 20 января, 1 февраля 1857 года. Сороли и Лабужский. Уезд, Вятская губерния. Ныне Бехтерева. Российская империя. Умер 24 декабря 1927 года. Москва, СССР. Русский и советский психиатр. Невропатолог, физиолог, психолог. А стал положник рефлексологии и патопсихологического направления в России. Академик, тайный советник, генерал-лейтенант медицинской службы русской императорской армии. Зайдём в поисковик, и он нам выдаст статью в Википедии и массу других статей, в основном говорящих о таинственной смерти академика и о том, что к этой смерти был причастен Сталин. Но так ли это? В этом фильме я вам расскажу часть интереснейшего материала, связанного с Владимиром Михайловичем, а также, как это всё напрямую влияет на нашу сегодняшнюю жизнь, как это связано с гибелью Юрия Шатунова. Да, в мире всё взаимосвязано и взаимозависимо. Туан Моррес. Возвращение воинов. Общая биография и версия смерти свеженькая. Загадка смерти академика Бехтерева, который лечил Сталина. Скоропостижная смерть известного учёного Владимира Михайловича Бехтерева 24 декабря 1927 года. Смотрите, даже цифры близко. 24. Шатунова 23. Оказалось для всех полной неожиданностью. Несмотря на преклонные года, накануне он лучился энергией и принимал активное участие в съезде невропатологов и психиатров, на которые приехал Москву из Ленинграда. Официальной версией было пищевое отравление, однако поползли слухи об убийстве академика. Кстати, статья прям свежая, 15 сентября. Она мне понравилась, потому что она взяла всё самое необходимое, что есть по этой теме, и, в общем-то, коротко и ясно подытожила по теме смерти Бехтерева. Вот он, Владимир Михайлович Бехтерев, военный врач. Накануне смерти 23 декабря Бехтерев с утра ездил в Кремлёвскую больницу якобы для консультирования Сталина касательно его сухорукости. Затем он принял участие в заседании Всесоюзного съезда психиатров и невропатологов. Вот эта тема консультирования, её запустили либералы в 90-х годах, консультирование Сталина. На самом деле доказательства того, что именно в это время была консультация Сталина, абсолютно нет никаких. Консультация у Сталина у него была, но после этой консультации он ещё успел со своей женой второй съездить в Чехословакию, в Чехию. И после этой консультации он благополучно ещё жил некоторое время. Но об этом чуть позже. Итак, затем он принял участие в заседании Всесоюзного съезда психиатров-невропатологов, проходивших в Институте психопрофилактики Наркомздрава. Осмотрел институтские лаборатории в рамках организованной экскурсии. Научное общение с коллегами за чашкой чая было прервано молодой женой учёного, торопившей его в Большой театр, где они собирались смотреть балет. Я добавлю информацию о том, что жена вела себя очень капризно и действительно торопила Бехтерева. И не дала ему поговорить, ему хотелось пообщаться с коллегами, она ему просто не давала. Она вела себя безобразно, истерично, и об этом написало очень много свидетелей, именно об этом последнем дне, как она себя вела. Во время перерыва в театре Бехтерев полакомился мороженым в буфете. Вскоре у него испортилось самочувствие и супруги, не дожидаясь окончания балета или спектакля, потому что на этот счёт в СМИ была разная информация по поводу разных театров и разных спектаклей. О чём заметила, на что обратила внимание пранучка Бехтерева, когда она уже писала свою книгу вот-вот в ближайшее время, в 2020 году. Она поставила, в принципе, точку. Она нашла очень много материала, которым я вам с вами поделюсь чуть позже. Итак, приглашённый врач поставил уколы, но к утру Бехтерев скончался. В заключении значился сердечный паралич. Вот опять-таки смотрите, к утру Бехтерев скончался, уколы поставили. Мы потом посмотрим, когда он скончался, даже будет точное время. В заключении значился сердечный паралич. То такой же, точно такой же диагноз, как у Шатунова, поставил ему врач Осипов, вызванный кишечным приступом из-за пищевого отравления. Пищевое отравление изначально тоже фигурировало у Шатунова. Распространено мнение, что Бехтерев отравился консервами, однако где он их мог есть, доподлинно неизвестно. А жена говорила детям и писала в объяснении, что она давала ему конфеты, которые ела сама. То есть чем он мог отравиться, она не знает, не может даже предположить. Но факт остаётся фактом. Сначала отравление, а потом сердечный паралич, то есть инфаркт. Вот Бехтерев занимается гипнозом. Он лечил алкоголиков, в том числе и гипнозом. Это от алкоголизма. Вскрытие осуществлялось непосредственно в той же квартире и состояло в извлечении головного мозга, который после обследования был отправлен в институт Бехтерева. Тело учёного в тот же день подвергли кремации. Вот запомним, да? Тоже моментально кремация. Вскоре начала распространяться молва о загадочной и подозрительной гибели академика. В последствии появилось несколько конспирологических теорий его смерти. И вот пошли теории. Первое – убийство из-за Сталина. Наиболее популярная версия. Вот подтверждаю, что это была наиболее популярная версия в 90-х годах. Я сама это помню. Я, не будучи человеком, который близко имел какое-то отношение на тот момент в 90-е годы к этой теме, к психиатрии, психологии. Только спустя 13 лет я стала заниматься… Вернее, как получила образование. Я ничего не знала об этом. Я готовилась стать певицей, но я запомнила эту версию. То есть она навязла в ушах. Она была из каждого утюга. Ее продвигали. Что Бехтерев консультировал Сталина, и Сталин его за диагноз, который он ему поставил, якобы он его убрал. Вот они начали активно лить на Сталина в 90-е годы. Что наиболее популярной версией смерти академика Бехтерева состоит в том, что он был отравлен сотрудниками НКВД по причине сделанного Сталину компрометирующего диагноза, неосторожного высказывания или даже некого конфликта с генсеком. Незадолго до поездки на конференцию в Москву Бехтерева поступила правительственная телеграмма с просьбой проконсультировать в столице одного из первых лиц государства. 22 или 23 декабря состоялась встреча со Сталиным. Еще раз говорю, доказательств этому нет по поводу вот этих дат. Консультация была, но она была в другое время. А вот насчет второй консультации, была ли она, точных доказательств нет. Возможно, ее притянули за уши, и было что-то другое. Либо ее вообще не было, и надо было просто придумать, ее сюда внедрить, что поскольку она одна была, какая-то консультация, вот ее сюда запихнули, а кто будет проверять? Встреча со Стальным по поводу его сухорукости или каких-то еще проблем, по части которых Бехтерев мог быть компетентен в качестве психиатра и невропатолога. Версия ходила в том, что он бросил неосторожно фразу «Лечил одного сухорукового параноика». Я просто добавлю, обыкновенного параноика. Да, именно так, что Бехтерев обозвал Сталина якобы параноиком. Но сейчас мы понимаем, что человек такого уровня, академик, как Владимир Михайлович Бехтерев, он просто позволить себе не мог такие речи сказать, вообще не мог, как врач. Он не мог нарушить врачебную этику. Даже если он ставил бы такой диагноз, он никому из посторонних не мог бы просто так ее обронить. Никак не мог. Это клевета на академика Бехтерева. И это подтвердило в своей книге Наталья Петровна Бехтерева, внучка его, которая тоже академик, которая тоже была директором Института мозга, института, который организовал ее дедушка Бехтерев. И она опровергла, что ее дед не говорил таких вещей. То есть это придумано. Клевета на Бехтерева и на Сталина соответственно. То есть никакого диагноза, параноик, Бехтерев Сталину не ставил. Это ложь, фейк. Но это была основная версия. Бехтерева же странным образом убрали. Согласно еще одному, отвечая на вопрос о причине опоздания на заседание съезда, академик сказал, что осматривал одного сухорукового параноика. История Крой Медведев. Ну, вот это вот либеральные у нас истории, которые нам Советский Союз, они все вместе команды, он один из них, разваливали. Надо было очернить все лучшие периоды Советского Союза, чтобы у народа даже мысли не осталось, что там было что-то хорошее, интересное. Надо было ввести новое либеральное будущее в колонию американскую. Что, произведя осмотр Сталина относительно проблем с рукой, Бехтерев попутно поставил некий психиатрический диагноз. То есть Рой Медведев произвел клевету и на Сталина, и на Бехтерева. В пользу такой версии говорит о поспешной экремации бессчательного обследования. Вот почему в пользу такой версии. Бессчательного обследования и то обстоятельство, что выдающийся ученый вплоть до смерти Сталина был практически предан забвению. Работы перестали издаваться, прекратились упоминания в научной литературе. Урну с прахом Бехтерева захоронили на Волковском кладбище лишь в 70-м году. А в данном случае, а при чем тут тогда Сталина? Где логика? Вот смотрите, в одном и том же абзаце человек пишет именно то, что есть в официальной версии. Он автор статьи, он совершенно правильно это все написал. Именно такая была официальная версия, что свалить на Сталина, потому что ничего не издавалось. И похоронили его только в 70-м году. Но Сталин-то у нас умер в 1953 году, что мешало похоронить до 70-го года, допустим, в 54-м году. На Сталина-то уже не свалишь. А статьи-то не печатались и после смерти Сталина, оказывается, как я потом выяснила из книги про внучки. И после смерти Сталина не давали хода ничему. Значит, Сталин тут ни при чем, значит, там еще кто-то был заинтересованное лицо, чтобы работы научные не издавались в Бехтерево. И архив ему не разбирался, до сих пор он не разобран, его архив. Это я все узнала из книги про внучки. Ну, продолжим. Вот Сталин с Лениным. Этого-то мы не знали тогда, вот нам эти всякие Дуро и Медведевы и понаписали Солженицына, Дуро и Медведева и другие эти же товарищи. Следующая версия убийства из-за Ленина. Другим возможным основанием убийства называют участие Бехтерева в лечении Ленина. Ученый два раза осматривал Ильича в 23-м году, якобы диагностировал сифилис мозга. Он настоял на арсенобензольной терапии, именно для лечения этого недуга и предназначенной. Также Бехтерев мог стать жертвой интриг Зиновьева, который в борьбе за власть со Сталином планировал использовать показания академика, чтобы обвинить Сталина в отравлении Ленина. Но, естественно, им Сталин очень сильно мешал. Сталин был для них колоссальный конкурент. И об этом я поведаю вам из другой книги, которую я специально приобрела. Там тоже очень интересная информация. Но это в других фильмах. И следующая версия, третья, отравление женой. Второй супругой ученого была Берта Арре. Мы о ней поговорим потом подробнее. Сейчас я пока вам основные версии для ознакомления, потому что кто-то, может быть, вообще не знает, кто такой был академик Бехтерев. И поэтому постепенно даю вам информацию. Значит, Берта Арре, это вторая жена, родом из Латвии. Они познакомились в 16-м году, когда Бехтерев оказывал врачебные услуги тогдашнему мужу Берте, состоятельному петербуржцу Петру Гуржи. Первая жена ученого Наталья Петровна Бехтерева после революции предпочла остаться в Финляндии. 30-летняя же Берта с этого момента сделалась постоянной спутницей, разменявшего шестой десяток профессора. После смерти Натальи в 26-м году Владимир и Берта сочетались с законным браком. Но по поводу законного брака и всего остального мы поговорим чуть позже. Тоже есть очень интересная информация, именно расследование про внучки, ну и самой Натальи Петровна академика Натальи Петровны Бехтеревой, которая является полной тезкой своей бабушки, тоже Натальи Петровны. Мы поговорим чуть позже, пока я вам даю вот эту общую официальную трактовку, которую навязла в зубах, которая везде транслируется. И вот посмотрите на эту фотографию замечательную, вот эта самая Берта Яковлевна, я не знаю как, Берта или Берта, но я буду звать ее Берта Яковлевна. И вот она, ей, значит, здесь вот где-то под 40, вот по официальной версии, а вот ему-то точно, его года точно известны, ему 69 лет, потому что умер он через год буквально. То есть с ней он прожил всего год 5 месяцев. И вот этот, ну можно сказать, дедушка уставший, вот он такой академик, он такой вот прям тайный советник, он такой гипнотизер, и он такой исследователь мозга, и что он только не изобрел. Действительно, очень много изобретений сделал, приборов разных психологических сделал, по тестированию человеческого мозга, это впервые все было сделано. Это еще тогда, 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 это вот на заре, на заре 20 века он это все изобрел. То есть это действительно выдающийся человек, без всякого, вот без всяких кавычек, действительно выдающийся человек, благодаря которому психиатрии, знания всего мира шагнули далеко вперед, знания человеческой психики. И вот этот замечательный человек, который сам гипнотизировал, и гипноз вводил людей, вот он попался в ловушку вот этой самой Берты Яковлевны. Посмотрите, как она на нем висит. Это характерная поза женщин-захватчиц, которые виснут, особенно если дядечка, дедушка намного старше, и он еще состоятельный, у него там можно чем поживиться, и после его кончины остается правильное завещание, то, как правило, вот эти охотницы, они не просто так, они стараются, они улыбаются, они его обнимают, именно со спины, висят на нем, греют вот эту воротниковую, что называется, зону. Это зона, зона ответственности, так называемая материнская зона, и ничего с этим поделать нельзя, вот она висит на нем. И сегодня они точно так же себя ведут, и я видела такие пары, после которых очень быстро уходил в мир, и мой дедушка, оставляя все молодой любящей жене, все свое имущество, а детям ничего, как правило, не оставляя, все достается вот этой хищнице. Это классика жанра. Поэтому вот и на фотографии она вот у него аж залезла ему сюда, посмотрите, везде она его как змея обвела, вот и тут у нее рука, она на нем висит, и вот с этой стороны тоже она ему под пиджак везде залезла, со всех сторон, все, не вырваться, Бехтерев, все это ловушка. Жизнь это показала, что это была колоссальная ловушка, и колоссальная ошибка, но даже такому академику Бехтерев вот не смог он это предусмотреть и не смог он устоять. Родственники Владимира Михайловича, его дети от первого брака поначалу были лояльны к женщине, опять-таки, я говорю, это пишется с официальной версии, но после женитьбы отношения поменялись. В семейном кругу стали подозревать Берту в причастности к смерти Бехтерева. Брамочка ученого Наталья Петровна, о которой я вам говорила, академик Наталья Петровна, придерживается этой самой версии. Именно Берта сопровождала академика в последние часы, и именно она была единственной из разных Бехтерева, кто настоял на безотлагательной кремации. И еще одна версия, на мой взгляд, тоже очень интересная, ликвидация из-за психотронного оружия. Как специалист по внушению, Бехтерев был привлечен к разработке идеологического оружия, некой технологии, позволяющей дистанционно оказывать на людские массы психологическое воздействие с использованием радиосвязи и подобных средств. Опыты были как будто бы небезуспешны, однако в 1927 году некто из участников проекта, тесно связанный с Бехтеревым, слинял в Германию вместе с секретной документацией проект решили свернуть, а основных фигурантов устранить. Тоже, конечно, гениально, то есть проект психотронного оружия слетел в Германию, а участников решили фигурантов устранить. Тогда кто устранил? Сталин, что ли? Он что, сам себе по рукам бы бил? Если бы у него в руках было психотронное оружие, он бы дал ему свалиться вообще в Германию куда-то там? Он бы стал убивать человека, который его изобрел? Да он бы ему создал все условия, чтобы он работал, что и было сделано для многих ученых. Шарашки были для этого и сделаны, для того, чтобы никто их не смог устранить физически, чтобы они спокойно могли жить и работать, чтобы ни один агент иностранный, враг, предатель, никто туда не проник. Поэтому и была создана атомная бомба в России. Поэтому все было сделано. Многие оружия, поэтому не смогли нас в 45-м, на нас бросить бомбу, потому что мы уже были готовы. Мы уже были готовы ответить. Поэтому эта версия опять-таки логикой она никак не отдаёт, но сама тема очень интересная. Я потом к ней вернусь. Пятая Логика Пятая Лugика Этого